Добрый вечер, друзья! Надо сегодня будет сказать о конфликтах, которые возникают между людьми. Между людьми возникают ссоры, в семьях особенно это характерно, мы же это вам прекрасно знаем. И знаменитый германский философ, писатель и светоч культуры Йоганн Вольгвен Гёте «Заметил, что из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее». Давайте подумаем, верно ли это. Действительно, если два человека ссорятся, один умнее, а другой глупее, то тот, кто умнее, должен эту ссору прекратить. Должен понять, что ссора никогда толку не приводит, но речь идёт о друзьях, о близких людях, прекратить ссору – задача для умного человека. Предотвратить – хорошо, а если уже она возникла, то прекратить. Так что вроде бы да, вроде мы видим здесь истину в этом замечательном германском философе. Но он не был ни психологом, ни священником. Поэтому кое-что от него было скрыто. Поэтому, когда он говорит «Виноват тот, кто умнее», мы можем его немножко подправить. И заметить, что не всегда надо искать виноватого. Не всегда. Когда мы видим двух людей, которые сошлись в каком-то конфликте, и каждый защищает свою какую-то линию, свою какую-то правду, не надо искать виноватого сплошь и рядом. Блажен и миротворцы, говорит Спаситель. Быть миротворцем и искать виноватого на разные вещи. Иногда можно. Когда папа с сыном там скандалят, например, можно этому папе сказать «Слышь, тебе сколько лет?» Осознай. Не нужно это делать. И его, значит, таким образом охладить. Но это далеко не всегда так. Далеко не всегда так. И сплошь и рядом надо искать у этих двух ссорящихся даже не общего какого-то, не общей позиции. Не то, что компромисс. Давай, вот уступи половину. Нет. А искать возможности как-то по-другому посмотреть на ситуацию. Искать путей к умиротворению души каждого. А эти пути могут быть совершенно разные. Да, у того, кто умнее, может быть, это проще. Но задача наша, задача людей, которые заботятся друг о друге, помочь избежать ссор, а не определять виноватых. Добрый вечер.